Добрый вечер, 21.00 в столице Украины. Это время итоговых новостей дня. В программе «Наше время» вы сегодня услышите о таком. Джо Байден и Си Цзиньпин проведут переговоры на полях саммита лидеров азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества. Основная интрига дня. Как встреча повлияет на мировую арену? Связь между Киевом и Берлином становится более тесной. Главное заявление 6-й немецко-украинской конференции муниципальных партнерств. Германия уже мощно помогает нам с системами ПВО и другими средствами физической обороны Украины. Очередной бан для россиян? Финское МВД предложит ограничение въезда из Российской Федерации. Как ужесточаться правила? Война в приоритете. Госдума Российской Федерации приняла в основном чтение проект федерального бюджета на следующий год. Всего военные расходы составят около 6% ВВП России. И это одно из первых мест в мире. Начинаем с одной из самых интригующих информаций сегодняшнего дня. Глава КНР Си Цзиньпин прибыл в США впервые за последние 6 лет. В рамках визита АВСИ посетит саммит азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества. Также у него запланирована встреча с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско. Издание «Голос Америки» пишет, что Китай мог бы играть определенную роль в поддержке Украины и помощи в завершении войны, которую развязала Россия. «Разговор еще не состоялся. Я не хочу забегать вперед. Думаю, они, безусловно, будут говорить о том, что происходит в Украине. И президент четко даст понять, что мы будем и дальше поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии». Джон Кирби – координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США. Встреча тяжеловесов, крупнейших экономик мира, ну а также главным событием ноября уже назвали СМИ предстоящие переговоры президентов США и Китая. Вокруг события разгорелся настоящий ажиотаж, ведь оно может повлиять не только на мировую арену, но и на ход продолжающейся войны России против Украины. Все подробности далее в сюжете. Десятки силовиков, перекрытые улицы и усиленная охрана правительственного квартала. Американский Сан-Франциско готовится к крупнейшему событию ноября. Встреча лидеров КНР и США в рамках Азиатско-Тихоокеанского саммита экономического сотрудничества. Накануне официальный Пекин выступил против определения китайско-американских отношений как конкурентных. Соперничество великих держав не соответствует веяниям времени и не может решить проблем США или проблем, с которыми сталкивается мир. Соединенные Штаты должны искренне уважать разумные опасения Китая и его законные права на развитие. Эта встреча станет лишь второй. За время президентства Байдена сам китайский лидер приведет в Штатах три дня. Переговоры на американской территории явно усиливают позиции Вашингтона, отмечают эксперты. Однако данное событие имеет большой вес для обеих стран. По словам аналитиков, каждая страна преследует здесь свою выгоду. Ведь у Байдена на горизонте новые выборы. В Китае фиксируется спад экономики. Страна страдает от санкций и удаленности от Запада. Успех в переговорах будет значить повышение рейтинга обоих лидеров. При этом Вашингтону сейчас приходится иметь дело одновременно с двумя войнами своих союзников. Полномасштабная в Украине и конфликтом в Израиле. Проблема же Си Дзиньпина, как сообщают эксперты, куда глубже. Китай все еще пытается оправиться после COVID-19 и затормозить экономический спад. Его отношение с Западом крайне нестабильное. Международный бизнес покидает страну. А мир вводит вторичные ограничения против компаний, помогающих России обходить санкции, наложенные за войну в Украине. Китаю предложат две опции. Либо реформироваться так, как ему скажут на Западе. То есть пойти по пути демократизации, как в свое время это случилось с Советским Союзом. Либо китайская экономика, которая сейчас держится на последних соплях, будет разрушена. И Китай вернется к статусу не очень богатой, прямо скажем, нищей страны. Потому что Китай сейчас действительно сталкивается с колоссальнейшей долговой проблемой. Нечем. У Китая десятки триллионов долларов долгов. Вся вот эта китайская красивая картинка экономического чуда, это все было в долг сделано. И теперь вот это все то, что сделано, оно почти не приносит прибыли. Условием оказания помощи Пекину может стать именно демократизация, а также изменение позиции страны в отношении войны в Украине, полагают эксперты. Пекин нуждается в экономическом толчке, и в этом ему может помочь Вашингтон. От встречи лидеров не ждут прорыва, скорее стабилизация отношений. Джо Байден может стремиться к договоренностям СИ, чтобы таким образом усилить влияние на Владимира Путина. Ведь Россия уже стала сырьевым придатком для КНР, утверждают аналитики. Эксперты прогнозируют, что саммит может привести к скромным практическим достижениям по возобновлению военной связи и сокращению потока опиоидов китайского производства. Помимо этого, лидеры обсудят активность китайского военного морского флота, Тайван, территориальные претензии в южно-китайском и восточно-китайском морях. Ключевыми темами, однако, все равно станет обстановка в Украине и Израиле как угроза для глобального миропорядка. Признаком же успеха переговоров, считают аналитики, может стать хотя бы частичное изменение риторика официального Пекина по вопросу российской агрессии. Экономические и социальные взаимоотношения между Украиной и Германией станут одной из самых надежных опор всей Европы, особенно тогда, когда Украина станет полноправной частью Европейского Союза. Об этом заявил президент Украины во время онлайн-выступления на немецко-украинской конференции муниципальных партнерств в Лейпциге. Владимир Зеленский также подчеркнул, чем ближе Украина и Германия, тем дальше от реализации цель Путина уничтожить нормальную человеческую жизнь в Украине и в других соседних с Россией странах. Мы перед второй зимой этой войны. Россия сейчас накапливает ракеты для ударов по энергетике Украины, как это было в прошлом году. Германия уже мощно помогает нам с системами ПВО и другими средствами физической обороны Украины. И вместе с этим каждая договоренность между городами наших стран, направленная на защиту людей и жизни, однозначно послужит защите жизни. Германия продолжит помогать Украине в борьбе против российского террора. Об этом во время выступления на шестой немецко-украинской конференции муниципальных партнерств заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Он подчеркнул, что связь между Киевом и Берлином стала только более тесной. Эти отношения вовсе не абстрактные. Они формируют повседневную жизнь. Они объединяют людей обеих стран, отметил немецкий президент. ФРГ не привыкнет к противоправной и бесчеловечной захватнической войне России против Украины. «Расчет Путина на то, что мир забудет об Украине. Но я сейчас четко заявляю, мы не должны и не будем оказывать Путину такую услугу. То, что мы видим в Украине, есть не что иное, как террор. Но сопротивление в Украине не прекращается. Люди там знают. В неволе не бывает мира. Поэтому Украина не прекратит борьбу. А мы не перестанем оказывать ей поддержку. Гуманитарную, финансовую и военную». Франк Вальтерштейнмайер. Федеральный президент Германии. Но также глава европейской дипломатии Жозеф Боррель призвал страны ЕС увеличить и ускорить военную помощь Украине. По мнению главного дипломата Евросоюза, проблемы с нехваткой боеприпасов для Киева можно решить, выполнив два пункта – нарастить объем госзаказов для оборонной отрасли и перенаправить экспорт продукции европейского военно-промышленного комплекса из третьих стран в Украину. Планы предоставить Украине миллион снарядов в марте следующего года остаются политической целью западных союзников. Об этом по итогам встречи с министрами иностранных дел и обороны стран-членов Евросоюза заявил верховный представитель иностранных дел и политики безопасности Жозеф Боррель. Он считает, что производственный потенциал оборонной промышленности Европы позволяет поставить Украине необходимое количество боеприпасов, однако для бесперебойного функционирования этой отрасли важны государственные заказы у производителей. Наша промышленность, по мнению Еврокомиссии, располагает необходимыми мощностями. До марта она будет иметь мощность по производству одного миллиона снарядов, но большая часть идет на экспорт, и ее необходимо переориентировать для Украины. Мы должны предоставить отрасли четкие ориентиры. Им нужна предсказуемость и понимание того, чего мы от них ожидаем. Боррель напомнил, что по состоянию на сегодняшний день выполнена треть плана для Украины. Поставлено более 300 тысяч боеприпасов. Главный дипломат ЕС считает, чтобы помочь Украине, производители Евросоюза должны переориентировать экспорт продукции. Около 40% продукции экспортируются в третьи страны. Следовательно, нехватки производственных мощностей нет. Проблема в том, что они отправляют свою продукцию на другие рынки. Поэтому, возможно, нам нужно попытаться перевести это производство на приоритетное для Украины. В свою очередь, Американский институт изучения войны в аналитическом отчете акцентирует внимание, что западные партнеры заявили о новых усилиях по продолжению предоставления Украине военной и финансовой помощи. 13 ноября Германия объявила о новом оборонном пакете, а главенствующая коалиция Олафа Шольца согласилась удвоить военную помощь Берлина в 2024-м до 8 миллиардов евро. НАТО заключило контракты на почти 2,5 миллиарда евро. Между тем, Палата представителей США приняла законопроект о временном продолжении финансирования федерального правительства без расходов на помощь Украине и Израилю. Согласно законопроекту, до 19 января продолжится финансирование приоритетных направлений, в том числе оборонной отрасли. Напомним, президент США Джо Байден пытается убедить Конгресс выделить дополнительное оружие Украине и Израилю одним пакетом помощи в размере 106 миллиардов долларов. Более половины этих средств направят Киеву. Но новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон настаивает на том, и Израилю рассматривались Конгрессом отдельно. А украинский пакет был объединен вместе с осигнованиями на безопасность границы с Мексикой. В продолжении темы, Сенат США планирует рассмотреть объединенный пакет законопроектов, который включает помощь Израилю, Украине, Тайваню и усиление границы после дня благодарения 23 ноября. Лидер сенатского большинства, демократ Чак Шумер, сообщил, что он очень сильно хочет, чтобы все четыре запроса президента США Джо Байдена, Украина, Израиль, гуманитарная помощь и Индо-Тихоокеанский регион были одобрены. Он отметил, что законодатели будут настойчиво над этим работать. У нас есть демократы и республиканцы, которые работают вместе, чтобы попытаться разработать пакет безопасности границ, имеющий поддержку обеих партий. Но мы должны это сделать. Это будет очень важным приоритетом, чтобы все четыре законопроекта были приняты, и все четыре имели двухпартийную поддержку в Палате представителей. Вместе. Чак Шумер, член Демократической партии США. Усиление украинского неба средствами ПВО и ПРО, потребности сил обороны и гарантии безопасности. Об этом говорил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече с членами Конгресса в рамках рабочего визита в США. Также обсуждалась евроатлантическая интеграция Украины. Отдельное внимание обратили на вопросы усиления санкционного давления на Российскую Федерацию и возвращения незаконно депортированных украинских детей. Отметил важность безотлагательного рассмотрения бюджетного запроса администрации президента США о финансировании дополнительных расходов на помощь Украине. Заверил, что наша страна стремится перейти к самостоятельному изготовлению наиболее востребованной продукции военного назначения. Сейчас Украина противостоит новой оси зла в составе РФ, Ирана и Северной Кореи. Поэтому продолжение помощи нашему государству является не только критически важным для Украины, а и вполне отвечает национальным интересам США. Также активная внешняя политика обсуждается и далее в Брюсселе. Там прошла встреча министров по делам Европы, стран-членов Евросоюза. В том числе они обсуждали и подготовку саммита лидеров Евросоюза, который запланирован на декабрь. Участники говорили и о расширении Европейского Союза, и о потенциальном членстве Украины в ЕС. Представитель Финляндии также акцентировал, что каждая европейская страна должна понимать важность помощи Украине. Я думаю, у нас было достаточно времени, чтобы понять всю серьезность ситуации, угрозу, которую война России против Украины представляет для ЕС. Я думаю, что крайне важно, чтобы каждая европейская сторона понимала, что нам нужно помочь Украине. Нам нужно сделать все возможное, чтобы Украина одержала победу в этой войне. А расширение ЕС также является вопросом безопасности. «Мы знаем, что значит быть между ЕС и Россией. Мы знаем, что это значит для Молдовы, для Грузии, а также для Украины. И Россия продолжит оказывать давление на эти страны, продолжит создавать нестабильность в этих регионах, а также на Западных Балканах. И это также одна из причин, почему расширение является важным вопросом». А также Еврокомиссия значительно улучшила прогноз по росту ВВП волового внутреннего продукта Украины в этом году с 0,6% до почти 5%. Об этом ведомство сообщает на своем сайте. В 2024 году ожидается рост ВВП Украины на 3,7%, а в 2025 на 6,1%. Несмотря на серьезные проблемы, вызванные агрессивной войной России, экономика Украины продемонстрировала замечательную устойчивость в 2023 году, благодаря исключительным урожаем, правительственным стимулам, подкрепленным непоколебимой поддержкой международных партнеров, а также приверженности властей обеспечению макрофинансовой стабильности. Из сообщения на сайте Европейской комиссии. При этом продолжается давление дипломатически-экономическое и на Россию. За развязанную войну против Украины главный дипломат Евросоюза Жозеф Боррель вместе с Европейской комиссией представил государственным членам предложение по 12-му пакету санкций в отношении России. Еврокомиссия предлагает ввести новые запреты на импорт и экспорт и предпринять меры, направленные на усиление потолка цены на нефть и противодействие уклонению от санкций Европейского Союза. Также будут введены санкции в отношении более 120 физических и юридических лиц за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины. Речь идет в частности о представителях военного, оборонного и IT секторов Российской Федерации. Предлагаемые меры направлены на тех, кто организовал так называемые выборы на временно оккупированных территориях Украины, тех, кто несет ответственность за принудительное перевоспитание украинских детей, а также на лица, распространяющих дезинформацию и пропаганду в поддержку российской агрессии против Украины. Из заявления Европейской внешнеполитической службы. Также отдельные страны предпринимают свои действия против правомерных мер Российской Федерации. Так, правительство Чехии заморозило российскую госсобственность в стране. Об этом заявил глава МИД Чехии Ян Липавский. На этом коммерческая деятельность, за счет которой Россия финансирует убийства украинцев, заканчивается. Написал Липавский на своей странице в соцсети Икс. Он уточнил, что объекты недвижимости, связанные с госсобственностью, размещены преимущественно в Праге и Карловых Варах. Это решение правительства не затрагивает объекты посольства Российской Федерации в Чехии, которые служат для выполнения дипломатической деятельности. Тем временем Госдума Российской Федерации приняла в основном чтение проект федерального бюджета на следующий год. В частности, на 725 миллиардов рублей увеличилась открытая часть бюджета на оборону. Таким образом, военные расходы России в 2024 году достигнут почти 11 триллионов рублей. В рамках этой статьи финансируется не только армия, но и военная промышленность, а также социальные выплаты участникам боевых действий. Всего военные расходы составят около 6% ВВП России. И это одно из самых первых мест в мире. Дания будет инспектировать проплывающие через ее воды танкеры с российской нефтью, сообщает The Financial Times. Таким образом, западное государство пытается ввести более эффективный контроль за соблюдением потолка цен. По словам источников издания, Дания нацелится на танкеры без западного страхования в соответствии с законами, позволяющими проверять суда, которые предоставляют угрозу окружающей среде. К слову, вся российская нефть, поставляемая через Балтийское море, а это примерно 60% от общего объема экспорта нефти по морю, пересекает датские проливы на пути к международным рынкам. Финское МВД подготовит предложение по ограничению въезда из России, заявила министра внутренних дел Финляндии Мари Рантенен. Она отметила, что в последнее время выросло число нелегалов, пребывающих с российской стороны без необходимых документов. С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, Финляндия, несколько раз уже сначала правило въезда в страну для российских граждан. С конца 2022 года запретила въезд россиян по шенгенской краткосрочной визе с целью туризма, в том числе для транзита в другие государства Европейского Союза. С 16 сентября 2023 года в Финляндию не пускают российских граждан на автомобилях, а с 15 ноября и на велосипедах власти объясняют запрет с ростом количества пребывающих в страну россиян. Тему продолжит Юлия Грановская. Круг сужается. Фактическое закрытие границы с Финляндией станет большой проблемой для граждан Федерации, которые собирались покинуть Россию, считают эксперты. Транзит для граждан Российской Федерации, у которых есть легальные основания для пересечения этой границы, наличие второго паспорта гражданства, либо вида нажительства, либо родственников, либо каких-то других уважительных причин, пользовались Финляндией как пунктом транзита, который гораздо удобнее, чем Стамбул и Турция. Сейчас канал перекрыт, поэтому в первую очередь этого всего пострадали, собственно, россияне, которые продолжали курсировать между Европой и миром и Россией. После начала полномасштабного вторжения России в Украину, страны-члены Европейского Союза перестали выдавать россиянам визы или существенно ограничили основания, на которых их можно получить. А эмиграцию из Федерации еще в 2022-м назвали рекордной. Россияне покидают свою страну из-за политических убеждений, репрессий режима или из-за объявленной Путиным мобилизацией. Основной поток мигрантов пришелся на сопредельные государства – Грузию, Казахстан, Армению, Кыргызстан, а также на Турцию и Сербию. По большому счету, это все те страны, которые не ввели жестких ограничений. Грузия по-прежнему остается страной, где более или менее безопасно находиться. Однако там присутствует агентурная сеть, там присутствуют провокаторы. И те, кто наблюдают за российской оппозицией. Список стран, где российский эмигрант может жить в полной безопасности, короче, чем может показаться, уверены эксперты. А список оппозиционеров и активистов, которых российские спецслужбы похитили за рубежом, пополняется. Майор ФСО Жилин был выдан, причем вопреки казахскому закону фактически. И есть, представитель Михаил Рожков был выдан, несколько человек еще. Вот только что, свежий пример, в Кыргызстане Льва Скорякина видим. В Грузии, как бы, ну, по крайней мере, пока ситуация не до конца проясненная. Ну, конечно, трудно представить, чтобы человек по своей воле отправился к тюрьму. Стремятся попасть российские граждане в Соединенные Штаты Америки. В прошлом году в США попросили убежище более 30 тысяч россиян. Это абсолютный рекорд. Большинство пытается пересечь границу со стороны Мексики. По данным пограничной службы США, с марта 2022 по июль 2023 через границу с Мексикой в Соединенные Штаты пытались въехать больше 50 тысяч россиян. Для сравнения, в 2021-м таких случаев было меньше 9,5 тысяч. В 2023 году проверки россиян на въезде в Мексику ужесточились. Власти недовольны тем, что граждане Федерации используют их страну как транзитный маршрут. На границе уже знают, что он беженец. С ним вежливо общаются и в 99% случаев пропускают на территорию США. Либо через лагерь беженцев, пока будет проверка его данных. Либо сразу пропускают. Обычно сразу пропускают семейных, особенно с детьми. Правда, есть нюанс. С начала августа россиян, в том числе и тех, кто пересекает границу легально, стали отправлять в тюрьму. Владимир Ластенко, сооснователь миграционного хаба Lasting Global. В интервью изданию The Insider. Всего с начала мобилизации в России, по оценкам Forbes, из страны уехали от 600 до миллиона человек. В Министерстве обороны Великобритании в мае 2023 года на основе собственного анализа назвали другую цифру – около 1,3 млн. Но тем временем продолжается террор гражданского населения Украины. Об этом говорим далее. Российские оккупанты обстреляли Селидово Донецкой области и попали в многоэтажку. Армия Российской Федерации ударила по городу четырьмя ракетами С-300, сообщили в национальной полиции. Двое человек погибли, по меньшей мере еще двое могут находиться под завалами. Также на месте обстрела спасатели совместно с полицейскими помогли раненым мужчине и женщине, которые были доставлены в больницу. На данный момент известно о пяти раненых, среди которых и ребенок. Повреждены 20 частных домов и шесть многоэтажек. Еще один частный дом разрушен. Новая реформа в украинском оборонном секторе и планы двустороннего сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами. Эти вопросы обсудили министр обороны Украины Рустам Умеров и посол Соединенных Штатов Бриджит Прингт на встрече в Киеве. Кроме того, говорили и о дальнейшей помощи Соединенных Штатов для Украины. И подробнее о ситуации на передовой прямо сейчас в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Украинские защитники продолжают наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлениях и закрепляются на достигнутых рубежах, сообщает в вечерней сводке Генштаб Вооруженных сил Украины. На Кубинском направлении украинские войска успешно отразили атаки россиян в районе Синьковки, Петропавловки и Ивановки Харьковской области. Противник также совершал наступательные действия в районах Клещиевки, Андреевки, Причистовки, Старомайорского, Новокалиновки и Первомайского Донецкой области. Силы обороны отразили все атаки. Марьенко, Бахмут, Авдеевка – это населенные пункты, которые россияне сейчас пытаются стереть с лица земли. Тут еще можно и другие населенные пункты привести, привести пример, не только эти три. Те населенные пункты, которые были полностью разрушены, спрятены с лица земли артилеи. Сколько у городской застройки легче удержать оборону, да, то есть можно находить места, где устраивать пулеметные точки, можно уничтожать бронированную технику, можно уничтожать пехоту, то противник для того, чтобы не ввязываться в уличные бои, просто одновременно уничтожает город, просто сквозь этого социальника. Для того, чтобы просто сделать так, чтобы нашим защитникам не было за что засыпиться. Всего за сутки на передовой произошло 58 боевых столкновений с россиянами. В частности, на Херсонском направлении российские захватчики изо всех сил пытаются остановить продвижение украинских защитников. И, может быть, даже они будут пытаться заткнуть это бутылочное горлышко, которое мы создали в этом треугольнике. То есть Работина, Вербовая, КПНИ и так далее. То есть, если не посмотрим на конфигурацию фронта в этом направлении, то мы поймем, о чем они отвечают. Тем временем украинские подразделения ПВО используют все доступные ресурсы, чтобы повысить свою эффективность в преддверии российских атак на энергосистему Украины. В частности, тренируются сбивать дроны с помощью орудий и систем советского образца. Мы служим, используем эту установку с июня месяца. Были промахи, были попадания по целям. Мы работаем над совершенствованием своего мастерства, чтобы в будущем сбивать еще больше. Мы видим, что даже старая советская техника в умелых руках наших ребят из противовоздушной обороны работает. Все выстрелы, свидетелем которых я сегодня был, были точными, все цели были сбиты. В Украине также тестируют новый мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы. Он поможет украинским защитникам эффективнее выполнять задачи на поле боя. ЭТЕР – это комплекс пеленгаторов, обнаруживающий сигналы радиостанций противника, дронов и РЭБов. К примеру, перед запуском дрона бойцы проверяют наличие сигнала РЭБа противника, а затем формируют безопасный маршрут для птички. Сам комплекс мобильный, модульный, что позволяет быстро заменять поврежденные компоненты. В настоящее время разработкой на фронте пользуются отдельные подразделения сил обороны. Михаил Федоров – вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины. В Телеграм. Общие же потери российской армии с 24 февраля прошлого года уже превысили 314 тысяч человек. За сутки были уничтожены 820 военных, 15 танков, 18 боевых бронированных машин, 58 артиллерийских систем и десятки другой техники россиян. Субтитры создавал DimaTorzok помощь раненым украинским защитникам. Боевые медики каждый день рискуют своей жизнью, чтобы спасти чужую. На боевых позициях одного из экипажей хирургической кареты скорой помощи побывала и наш корреспондент Алена Грамова. Слегка присыпанные фронтовой грязью носилки, большой запас медикаментов и метаборудования – так выглядит хирургический автомобиль боевых медиков. Это американский Хамви и, со слов медиков, он очень комфортен и удобен в работе. То есть бывает такое, что она загружается на 10-15 человек? Да, мелкие осколочные привозят, их привозят много. Здесь может быть забито все. А как вы работаете, когда 10-15? Ну, поскольку легкие, то по одному сюда-сюда и что-то делаешь. Быстро, да? Да. Благодаря широкому кузову Хамви вмещает четверых лежачих бойцов с тяжелыми ранениями и до двух десятков легкораненых солдат. Автомобиль свободно справляется с такой нагрузкой, говорят медики. А этот прет, что танк. Снег, не снег, грязь, не грязь. Вот с какой скоростью? Вы прям помните. Могу и 100 ехать, могу и 120 ехать. Почти пятитонный автомобиль легко проходит и маневрирует по бездорожью в любое время года, говорит водитель Хамви Виталий. Добавляет, все остальные нюансы зависят уже от того, кто за рулем. Запоминаю, где ямки каждая. А если это ночь, а вы без света? По памяти. А мы же ездим только ночью, считай. Ротация может длиться месяцами. Медики говорят, спасать жизни украинских защитников привыкли в любых погодных условиях. Ночные дежурства по 12 часов, перекусы на ходу и в свежем воздухе, а также постоянный риск попасть под обстрел. В начале полномасштабного вторжения России Владимир сменил свой частный стоматологический кабинет на службу ВСУ. В такой работе, говорит, был полностью готов. Были ранены этой ночью. Да, вывозили. Днем не очень безопасно их вывозить. Поэтому, если там легкие какие-нибудь или средние, что терпят, они находятся на позициях. А уже в темное время их вывозят. А сейчас будут вывозить тех, которые критичны. Медики говорят, на бахмутском направлении работы хватает всегда. Только в последнее время раненых стало меньше. Оно наплывами. Оно наплывами. То больше, то меньше. Наверное, меньше стало. Фельдшер Олег родился в России. Там у него осталось много родственников. Но ни с кем из них Олег и его семья сейчас отношений не поддерживает. Для меня было удивительно, что меня здесь приехали освобождать. Что меня здесь унижают. На русском языке не дают говорить. Я на украинском языке говорю с полномасштабки. А так я на русском разговаривал. Они не имеют права указывать, как нам жить, как нам говорить. Военнослужащие говорят, сейчас на фронте очень не хватает медиков. И на плечи тех, кто служит, ложится двойная нагрузка. При этом на усталость врачи не жалуются. А на что тяжелее всего смотреть на этой войне? И хлопцам, которых вывозишь. Самое тяжелое. Считай их моих детей. Что ж, эти и другие новости вы можете прочитать на нашем телеграм-канале. Предлагаем подписаться вам прямо сейчас, благодаря QR-коду, который вы видите на ваших экранах. Ну и, конечно же, хочется еще раз акцентировать ваше внимание на то, что сейчас прямо происходит в этот момент в Соединенных Штатах Америки. Встреча лидера свободного мира Соединенных Штатов Америки Джозефа Байтона и лидера Китая Си Цзиньпина. К этой встрече приковано внимание всего мира, потому что делается огромная ставка по многим аспектам. О каких именно аспектах мы будем говорить уже очень скоро в нашем спецэфире. Напомню, это произойдет в 2 часа 15 минут по киевскому времени. Оставайтесь с Фридом. На этом ставим 3 точки в итоговых новостях сегодняшнего дня о программе «Наше время». Ну а эфир телеканала «Фридом» продолжит наши коллеги в аналитическом обсуждении этих новостей. Оставайтесь с Фридом и увидимся очень скоро.